Охота на нелегальных водителей маршрута продолжается. В этот раз в поле зрения правоохранителей попали микроавтобусы, совершающие рейсы по дороге Бештек на Арантуругар. Именно поэтому маршруты больше всего машин индивидуальных предпринимателей, у которых нет лицензии и договор с мэрией просрочен. Без этих документов перевозить пассажиров водители не имеют права. Отличить серую маршрутку от легальной попытался наш корреспондент Алтымек Таланпеков. Микроавтобусы, на которые нет такой лицензии, выходят на маршрут незаконно. В такой транспорт пассажирам не рекомендуют садиться. Ведь неизвестно, прошел ли водитель медкомиссию, а его авто – обязательный техосмотр. За время рейда транспортная инспекция СДПС остановили 8 маршруток. Три из них не смогли предоставить копию лицензионного соглашения. А это значит, что, скорее всего, на маршруте они находились незаконно. Если это подтвердится, то им грозит административное наказание. Цель проведения рейда – профилактика и пресечение нарушений лицензионного и транспортного законодательства. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с Кодексом об административной ответственности Кыргызской Республики, по которому предусмотрены штрафы, административные штрафы в размере от 1000 до 5000 сумм. Сейчас у транспортной инспекции остро стоит вопрос и с таксистами праворульных минивэнов. Ведомстве считают, что они должны получать лицензию, так как зачастую именно на таких машинах занимаются извозом людей. С 1 января закон запрещает таксовать на праворульных машинах в городах, не говоря уже о междугородних трассах. Однако таксовать от этого они не перестанут. Зачастую, даже будучи пойманными с полным салоном пассажиров, они уходят от ответственности и придумывают уловки. За лицензию такси должны будут всего 300 сумм в год и перевозить людей легально. Во время рейда попадались и водители в нетрезвом состоянии. Другие были с лицензией, но без документов, подтверждающих прохождение технического и медицинского осмотров. Все они отправились в отделение ДПС для дальнейшего разбирательства. Такие рейды продолжатся и будут проходить каждый квартал. Алтубик Таланпеков, Общественный Первый канал.